На избирательных участках прозрачные урны для голосования стали привычной картиной. Именно такой их вид обеспечивает максимальную прозрачность и честность выборов. Но этот подход не исключает влияние человеческого фактора. Сейчас процедура голосования обещает быть упрощена в связи с появлением новых аппаратов под названием КОИП. Расшифровывается аббревиатура как комплекс обработки избирательных бюллетеней. Это такое устройство в виде того же приемного ящика для бюллетеней, сверху сканер. И вы вместо того, что обычный бюллетень, опускаете просто в разрез ящика, а это вводите этот бюллетень в сканирующее устройство. Он принимает бюллетени и обрабатывает их в автономном режиме. А в конце дня печатает готовый документ, в котором расписаны все подсчеты. Этот технологический вариант полностью исключает человеческий фактор. В отличие от прозрачных урн, где различные ошибки были не редкостью. В конце избирательного дня все бюллетени доставали при наблюдателях, оглашали голос на каждом из листов и подсчитывали вручную. То есть вот эта громоздкая, достаточно серьезная работа, вываливание бюллетеней из ящика, оглашать и показывать каждый бюллетень, затем подсчитывать их в различные группы кандидатов, это исключается. К сожалению, Каибов в Рязани немного, всего 60 штук. Причем в день голосования три из них будут находиться в резерве. Поэтому комплексами будут оборудованы только те участки, явка на которые ожидается свыше двух тысяч человек. В отличие от Каибов, абсолютно на всех избирательных участках появятся автоматизированные рабочие места, сокращенно ARMA. Выглядят они как компьютер, объединенный с принтером. При помощи этих устройств избирательная комиссия будет формировать или создавать тот же итоговый протокол через электронную систему, то есть через компьютер. Каждый документ, распечатанный на ARMA, будет с так называемым QR-кодом, который может быть сканирован практически с любого устройства. И заполнение протоколов станет гораздо легче. Все места, которые будут записаны с ошибкой, программа выделит красным цветом, а верные – зеленым. Теперь заполнение документов будет сильно отличаться от того, каким оно было раньше. Сам процесс ввода данных намного быстрее, потому что если раньше, в этом случае, когда у нас не было QR-кода, то мы ввезли этот протокол. Оператор в территориальной избирательной комиссии в ручном режиме переносил данные в нашу систему, проверялась она также. Но это примерно где-то, ну как минимум, минут пять-шесть, как надо. А когда большое количество участков идет, конечно, в общем-то, ну и ошибки операторов допускались. Все эти нововведения созданы не только для удобства работников самой избирательной комиссии. Эта система повлияет и на честность выборов. За семь лет, которые существуют КАИБы, не было замечено ни одного вмешательства в их программное обеспечение. К тому же, любой факт проникновения в эту систему будет известен Центральной избирательной комиссии. Поэтому о надежности таких комплексов не стоит переживать. Свою проверку временем они выдержали.